Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 и ноги отвергли. Вот это вот. Вот, ну и все. Только вот. А который себя, я уже не дам, чтобы от меня ноги отвергли. Все. И царство небесное не получится. Вот надо превратить себя в эту терку. Что бы кто ни сказал, спасибо Свистосу. Спасибо Свистосу. Дай Бог вам здоровья. Так вот, цели спаривания отлученные вот в этой пещерке. Это оригинальная пещерка, где они спали. Был маленький вырис. Потом ее обусил и достроили вот этот храм Георгия Победоносца. Первоначальной храме и был вот этот катаконный храм. Как вы видите, престол сразу же от Христа. Что самое важное тут в этой храме, что Христос зашел туда и оставался в этой пещерочке. Он знал, что один вернется. И вот он повторяет слова многократный раз. Много званых, но мало избранных. Вот их десять позвал Господь, а одного избрал. И Господь наставляет этого самарянина, что дальше делать, и самарянин остается вот здесь и начинает проповедовать о Христе. И собирает вокруг себя братью, и начинается первый катакомбный храм. Три года тому назад здесь всего пять семей в этом городке православных. Слава Богу, вот они отец вот этот храм. И они решили его очистить. Храм был темный, как вот моя ряса, темный совершенно. Просто темнота. Они, три этих семьи, мужчины, работали, очищали, защитовывались много, все очистили, отбрали, отбавались, защитовывались, очистили, подняли кровь, переложили в беды, и отцовала двух и вода чего-либо сделать. Но мы, несмотря на это, и я, несмотря на это, приносит ухолонник, в свое время поднялся, и в них. И вот во всех годах я начала посетить ухолонника, это данный не толчок переставли за сетку храма. Потому что мы стали привозить к их нужной подъеме, а то этот храм самый беднейший храм в новом храме. Потом они подняли вот этот лесток, а на середине стоит крестилка, с этой крестилки выливали в угоду вот сюда, в уголок. И вот там, что туда не проходило, конечно, надо было во всем рестоке. И они подняли пол. Когда подняли пол, под полом они нашли все кровопы. Из кровопа я увидел вот это все, что осталось, оказался там, который был помоленый епископ, 500 лет назад. Подняли их имена, нашли все. Значит, там были покоронены епископ, священник, и были трое дверя, один, одетый и жил беден. Так что вот этого все было найдено, гроба этих, которые были подняты. И вот немножко по реставрению стали приезжать конечно люди из России, спрашивали, что нужно. И вот абсолютно этот маленький скромный храмик, уютный, домовой, скромный, не блестящий, как это положено в России, блестящий храмик. А здесь просто простой, но насколько он все получит. Очень он родной для каждого. Вот, он именно родной. И вот благодаря вот этой помощи всего, и всего лишь только я стала ягоджей стала возить сюда, лишь только семь лет назад. Но это было, пока я взяла этот храм, сама за рулем, искала все эти храмы, нажила и стала возить по-моему. Потому что я знаю по себе, что кто вы хотите, духовно мы все прокаженные, абсолютно. Правда? Потому что мы духовно несчастные, прокаженные и больные. А как необходимо нам это лечение. Сейчас вы уже помазали, нет? раз. Это очень важно. Почему я всегда прошу, чтобы помазали нас от лампадки, с престола протаженных и протаженных. Так что вот изящный маленький храмик. Отец Евгений написал вот икону. Мы у Якова колодца будем. Отец Евгений конечно молодец. И вот здесь нас приглашали послужить храм. Вот приезжайте другой раз на подольше и во всех храмах закажем вам служить. Сколько важно, батюшки есть. Понимаете? Вместе в команде мы даже не ожидали, что так люди здесь нуждаются именно в священниках. оставляйте, потому что здесь службы идут. Вместе в путь спасибо тебе и в воде и в воде в воде воде в воде 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 сред conviction возникли и воде вода 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 Продолжение следует...